День с толком Уголь снова дорожает. В краевом правительстве обсуждают подготовку к будущей зиме, чему уделяют особое внимание. Огромный и ценный багаж знаний. В Международный день музеев узнаем, как живут старейшие краевые храмы культуры. Сегодня в крае произошло сразу два жестких ДТП. Одно из них на Бийской трассе, другое в центре Барнаула. Общей сложности пять человек пострадало и один погиб. Три легковых авто столкнулись на Чуйском тракте в Троицком районе. Сообщается, что водитель Ниссан-Премьера, предотвращая ДТП, выехал навстречу и врезался в две другие машины. Водитель Ниссан погиб до приезда скорой, остальные получили травмы. О днем в центре Барнаула на пересечении Ленина-Никитина водитель автобуса не справился с управлением и выехал на светофор, снеся ограждение. Переходящих дорогу в этот момент не было, но на тротуаре один из пешеходов все же пострадал. Женщина 61-го года рождения, осколок от светофора отлетел, ударил ей в ногу, доставлена в горбольницу. Также поврежден автомобиль, припаркованный в Вольсваген Поло. В настоящее время проводится проверка, оформляется дорожно-транспортное происшествие, опрашиваются свидетели, виновника определят дознание. Сегодня в Барнауле дорожные инспекторы проверили, заезжают ли автомобилисты на выделенные для общественного транспорта дополнительные полосы. В ходе рейда выявили пять нарушителей. Наша съемочная группа тоже решила проверить, как обстоят дела на многострадальном проспекте Челюскинцев, где полосу для движения трамваев оградили специальными конусами. Не успели наши журналисты приехать на место, как увидели последствия выделенки первой ДТП. Подробности далее. Одна машина на обочине, другая с разбитым бампером. Первые кадры с места аварии на Челюскинцев. Предполагаемый виновник дорожного ЧП ехал по запрещенной с недавнего времени трамвайной полосе. В результате движения рогатых встало, а участники аварии подсчитывают ущерб. Я двигался по Челюскинцев. Здесь на этом развороте я хотел развернуться. По правилам. По правилам. Посмотрел в зеркало, его не видать. А там Низинова, наверное, в мертвой зоне была. Ну и все. Ну вот представляете, с какой скоростью шел, что он машину в топу валил. Получается, он ехал по трамвайным путям? Да, здесь. Он, говорит, там несся вообще-то жма. Благодаря ограждениям, специально установленным конусом выдохнули водители трамваев и их пассажиры. В пробках они простаивали до получаса. Теперь же страдать будут все остальные. Для движения транспорта осталась всего одна полоса. А это значит, что в часы пик Челюскинцев однозначно встанет колом. Представьте, ломается на Челюскинцев большой груз. Включает аварийку. Слева конусы, справа дома. Никаких карманов, чтобы развернуться, нет. Грузовик тоже не подвинуть. В результате автомобилистам придется коротать время в огромных пробках. Вообще неудобно. То есть перестраиваться, неудобно поворачивать, неудобно. Места очень мало. Вообще первый раз не еду, я офигела. Получается, удобно только трамваям? Да, вот им удобно. Конечно, неудобно. Потому что пробка собирается, особенно сейчас вечером. Здесь будет полностью транспорт стоять. Транспорт стоит, начиная от Гоголя, от партизанской и кончая молодежной. Тут столпотворение ужасное. Ну, видимо, это все связано, наверное, с новым рынком, с мостом. Я думаю, так. Хотели, чтобы вот этот транспорт, трамваи шли намного быстрее. А для автомобилистов это стало намного хуже. Для водителей легковушек, грузовиков и маршруток новшество не сыграло на руку, а отчасти озлобило. А это значит, что проводя время в пробках, некоторые автомобилисты могут не сдержаться. Выехать на запрещенную для них трамвайную полосу и дать по газам. И если первое ДТП закончилось погромом металлолома, то где гарантия, что следующее не станет смертельным? Здесь же нет знака, потому что здесь нельзя яхать. Уже должны привыкнуть, уже давно вот это стоит, но они, видите, не обращают внимания на это все. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Чем мы хуже других? Таким вопросом задаются жители одной из барнаульских улиц. 200 метров дороги возле их домов – единственный незаасфальтированный участок во всей округе. Многочисленные жалобы и обращения к властям результата не дали. Люди по-прежнему остаются в тени. В непростой ситуации разбиралась София Яценко. Железнодорожный район города Барнаула – частный сектор. Садовая, дорожная, индустриальная. На какую улицу не свернешь, асфальт есть везде. И только на этом отрезке улицы Червоная люди продолжают плавать в грязи и задыхаться от пыли. Песок и камни – это все, чем на протяжении нескольких лет приходится довольствоваться этим людям. Причем большую часть гравия и щебня накидали сами за свой счет. Раньше не было и этого. Там чистенько все оборудовано, заасфальтировано. А у нас, как в глухой деревне, 100 метров до асфальта, и домой вся эта грязь тащится, вся эта пыль и все. Весь город заасфальтировали. Мы что, проклятые здесь, что ли? Весь город. Понавозили, вот видите, грунта этого щебня. Все, и по каким причинам нас не стали, мы не знаем. Пока на одном отрезке Червоной жители наслаждаются чистой и ровной дорогой, от Садовой до Антона Петрова по-прежнему прыгают на кочках и ловят ямы. Ситуация обостряется с приходом весны. Дорога превращается в сплошное грязное месиво. Там вот бугор, там яма, там вот здесь вот постоянно вот эта вот вода туда. Если, например, ливень, дождь, вся вода туда, вот туда ручьем и идет. На осень все топит здесь. Ну, конечно. Копают эти все. По грязи, по этой вот ходим и все. Вот там по асфальту, а здесь вот идешь уже чуть ли не по колено домой и все. Значит, нам надо как? До туда дойти в болотных сапогах, а потом одевать туфельки и пошел вперед. Выйти из списка изгоев люди пытались. Неоднократно обращались к органам власти. Написали, значит, в горосполком, там туда-сюда, в горосполком. Они говорят, так, ребята, у вас тут асфальтик лежит, все хорошо у вас. Мы делов не знаем. У вас 30 лет уже асфальт как лежит. Там разбирайтесь дальше, по его украли. Вторичный, говорит мой, как еще. Кто нашу дорогу украл. Поверх асфальта еще один асфальт. Да. Разбирайтесь там, кто нашу дорогу украл. В 93-м году его здесь уже уважили. И все, деньги взяли, все, все, и должен лежать. Ну и все, и так и лежит. Ездить неудобно. То есть нам очень нужен асфальт, за который вот говорят, что он у нас был. Должен быть. Должен быть. Власть не видит проблемы, а жители асфальта. Это обращение было сделано еще в 2017 году. Барнаульский комитет по дорожному хозяйству обещал учесть этот участок при формировании перечня объектов на 2019 год. А это ответ комитета для нашей редакции. Май 2022-го. Не асфальтированные 200 метров улицы так и не учли. Лишь посоветовали жителям обратиться в администрацию района, чтобы участок все же включили в план работ по ремонту дорог. Правда, уже в рамках программы на 2023 и последующие годы. Но есть ли гарантия, что на следующее обращение людей обратят внимание? София Яценко, Андрей Печеркин. День с толком. Уголь подорожает на 20% в ближайшее время. Столь значительное повышение цен Кровые власти объясняют проблемами с поиском поставщиков твердого топлива. В Кровом правительстве сегодня подвели итоги прошедшего топительного сезона, чтобы учесть и не допустить ошибок будущей зимой. Подробности далее. Горячая точка на карте региона Яровое таковой быть не перестанет. Несмотря на масштабный ремонт объектов теплосферы, муниципалитет просит не отключать горячую воду. На местное ТЭЦ этим летом обновят котлы, потратив на это 162 миллиона рублей. В прошлые два года на это выделяли 95 миллионов. И, по словам министра промышленности Вячеслава Химочки, осваивали их, нарушая сроки, так как подрядчиков не было. Все это не могло не отразиться на состоянии оборудования, когда осенью 2021-го произошло сразу несколько аварий. Резкое снижение температуры произошло из-за того, что днем ранее, 2 ноября, котлогрегат номер 9 вывели в ремонт из-за его зашлакованности. При этом уровень зашлакованности, хочу обратить внимание, к тому времени уже достиг 7-метровой отметки, что говорит о длительной эксплуатации котла в некорректном режиме. Из девяти муниципалитетов, так и не получивших зимой паспорта готовности, не все реабилитируются в новом сезоне. В таком положении прокуратура края обратила внимание профильных властей, что устранить замечания, то есть провести ремонт или замену, стоит в разы больше районного бюджета. В таком положении Третьяковский, Хабарский, Каменский районы. Ответа у Минстроя нет. Крупную сумму, почти 3 миллиарда рублей, в этом году планируют потратить на другие мероприятия. В строительстве 11 модульных котельных, Благовещенко, Бурла, Ильцовка, Завьялова, Куринский район, Рубцовский район, Советский район, Топчихинский район, Третьяковский район, Староалейское село в Третьяковском, Тюменцевский район, город Алейск. Также планируется замена теплосетей. Кроме того, каждый муниципалитет должен сформировать 45-дневный запас угля к началу утопительного сезона. Евангелев призывает районы участвовать в совместных торгах, чтобы потом не остаться без топлива. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. Больше 25 тысяч звонков ежегодно поступает от детей и края на телефон доверия. Подростки нередко обращаются за помощью, когда появляются мысли о суициде или не получается выстроить отношения с ровесниками. Опытом работы с подростками в трудной жизненной ситуации обменялись специалисты кризисных центров всей России. В нашем крае детский телефон доверия работает 12 лет на базе центра для мужчин. За это время поступило около полумиллиона звонков от детей и их родителей. Подростки в структуре звонков это тоже большее количество именно от них. Они звонят именно по взаимоотношениям с противоположным полом. Добавим, телефон доверия для детей работает круглосуточно. Специалисты гарантируют анонимность и обращаются к детям и их родителям. Если возникла сложная ситуация, не стесняйтесь обращаться. Выговорится уже наполовину решить проблему. Для 23 тысяч алтайских школьников сегодня прозвенели последние звонки. Правда, пока только для девятиклассников. В каждой школе прошли торжественные линейки. На днях девятиклассники будут задавать первую в своей жизни экзамены. На очереди иностранный язык он выпадает на 20 мая. По итогам всех испытаний школьники смогут продолжить обучение в старших классах или же осваивать профессию в СУЗах. Я сдаю, ну, понятное дело, русский, математика, потом информатика и география. Я уверен в своих силах, я знаю, что я сдам, и тут других не может быть исходов. Я хочу поступить в частный колледж, достаточно новый, на профессию финансиста. Мне очень интересна эта цель. Хочу достигнуть ее в жизни, в будущем развиваться. Для одиннадцатых классов прощальный звонок прозвонит 25 мая. В целом в этом году школу окончат почти 10 тысяч учеников. Выпускные вечера пройдут 23 июня. Законопроект об экологическом образовании населения готова представить общественная палата края. Ее представители намерены бороться не со следствием, а причиной стихийных свалок и бездумного потребления. И воспитать жителей, которые будут с заботой относиться к окружающей среде, в том числе разделяя мусор. Сейчас же, по данным региональных властей, почти все отходы увозят на полигон. А между тем, к 2030 году 40% мусора в стране должны перерабатывать. О достижении таких показателей и сегодняшнем мусорном положении региона расскажем далее. Почти все отходы жителей края попадают на свалку. Привычная картина. А между тем, с начала мусорной реформы, что началась в 2019 году, декларировали о раздельном сборе. Но спустя 3,5 года занимаются им лишь эколюбители. Тем не менее, к 2030 году сбор, сортировку, переработку мусора должны поставить на поток. К этому обязывает госполитика в области экоразвития. Даже установлен необходимый объем переработки – 40%. А за год жители края производят больше полумиллиона тонн отходов. Как разделять и перерабатывать столько, в Минстрое пока не понимают. Мы можем, конечно, организовать разноцветные контейнера, разноцветные машины. Это приведет к удорожайной стоимости данной услуги для населения. Но потом мы должны понимать, куда это все раздельно повезется. Сейчас в Барновском поселке Южный действует единственная в крае кампания по сбору отходов. Принимать их начинали за деньги. А сейчас в сотню контейнеров предприятия жители приносят отсортированный мусор. Плюсом данного контейнера является то, что туда можно сбрасывать сразу несколько видов вторичного сырья. То есть не так, что стоит контейнер только под пластиковые бутылки, который у нас в городе сейчас распространено. Один стоит, потом другой, третий и большое количество нагромождений. То есть наш контейнер сбрасывают практически все виды вторичного сырья. Каждый месяц предприятие собирает 120 тонн мусора. Для Барнаула это крохи. При том, что переработчикам нужны стекло, пластик, пенопласт, жительные банки. Власти полагают, что для бизнеса это невыгодно. Впрочем, единственный действующий игрок рынка с этим не согласен. Чтобы масштабная переработка появилась в крае, власти ведут переговоры с инвесторами. Но на повестке и вопрос привычки людей к разделению. Эксперты уверены, что выгода может быть в уменьшении тарифа из-за уменьшения объемов. Если мы сейчас работаем все по нормативам, потом тариф появляется, а будет по факту, как во всем мире и во многих регионах. А будет федеральный закон, как раз когда оплата будет по факту. На контейнерных площадках стоят специальные контейнера, которые не мешаются с общим. Это дуальный сбор, мокрое-сухое. И вот то, что сухое, бумага, пластик, стекло, он будет сразу увозиться на дополнительную сортировку, не попадая на полигон. С дополнительных площадок накопления в общественной палате и предлагают начать работу. Представители подготовили законопроект об экологическом образовании населения и разработали дорожную карту по этапной избавлению полигона от половины мусора. Так документ присматривает схему размещения контейнеров, предполагая сеть экотехнопарков и экопунктов. Все это позволит привлечь средства госпрограмм и нас в проекта «Экология», который можно направить на поддержку предпринимателей-переработчиков. Представят новую инициативу на майской сессии АКЗС. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. В Алтайском крае сейчас работают 72 музея. Последние пару лет им пришлось нелегко, ведь окунуться в атмосферу истории культуры онлайн в разы сложнее. Но перестроились, придумали новые формы работы, посетитель остался. Так кто и почему сегодня ходит в музей и какие проблемы волнуют руководителей учреждений культуры? Международный день музеев на примере двух краевых учреждений узнавала наша съемочная группа. База была изготовлена в 1957 году. Называется она, эмблема Алтая, была подарком на юбиле Алтайского края. Сегодня нам рассказывают об экспонатах выставки, посвященной Колыванскому камнерезному заводу. Пандемия и онлайн-экскурсии постепенно уходят в прошлое. Посетители возвращаются в залы. Конечно, не в объемах советских времен. Если раньше в музей ходили коллективами, сейчас все больше семьями. Конечно, это туристический поток, потому что буквально за прошлую неделю есть первый отзыв туристов из Петербурга. Мы видим, что в туристический сезон поток не становится меньше. Разнообразие регионов поражает от Калининграда до Владивостока. Популярностью пользуются не только выставочные экспозиции. Сейчас тренд на квесты, лектории. В общем, массовые мероприятия с возможностью пообщаться, поспорить. К примеру, в Музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая сегодня литературный перекресток. Представители Мамонтовского района репетируют программу. Директор говорит счастливы, что массовость возвращается, но немного переживают за русскую культуру, которую в мире пытаются запретить. Правда, верхи. Внизах пока все в порядке. Например, фонд Рериха. Это глобальная сеть музеев Рериха по всему миру, в частности в Нью-Йорке ведущий музей. И поэтому, конечно, у нас тесные связи. Они сейчас общаются? Они сейчас, конечно, общаются. Я еще раз говорю, что в культурном пространстве никаких барьеров и преград ни на межличностном уровне, ни на уровне организации музеев. Их как не было, так и нет. Что точно есть, и это тоже помогает привлекать посетителей новые технологии. На этом интерактивном экране и мы буквально застряли. Отвечали на вопросы викторины. Вкупе с историческими кинопроекторами и отдельным кинозалом музей буквально манит. Места много, есть где разгуляться. А вот краеведческий пока в ожидании. Из-за новых экономических условий ремонт зданий на Ползунова придется ждать. Возможно, долго. Риски всевозможные есть. Никто ни от чего не застрахован. Но это не означает, что мы должны сложить руки, сидеть и ждать. Ах, когда же нам сделают новое здание, мы будем так замечательно работать. Мы будем замечательно работать даже в тех условиях, которые у нас сейчас есть. Риск стать еще одним долгостроем, как художественный музей, конечно, существует. Но о грустном в праздничный день никто говорить не хочет. А вот пожелания есть. Конечно, не расставаться, потому что музеи бессмысленны без посетителей. Мы востребованы тогда, когда нас посещают, когда мы нужны обществу. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Соревнования по тяжелой атлетике высокого статуса впервые за 50 лет проводит Алтайский край. Около 200 участников из 8 регионов Сибири определяют сильнейших в двоеборье. Слово Дмитрию Дроздову. 10 весовых категорий, сильнейшие атлеты из федерального округа и 3 дня противоборства. Выдержат все, но не каждый станет лидером. А последних ждет чемпионат России. Он пройдет через два месяца в Хабаровске. Впрочем, наш турнир материально-технической базы сегодня не уступает российским. К этим соревнованиям хочу сказать огромное спасибо нашему министерству спорта Алтайского края. Был куплен помост олимпийский и также два грифа мужской и женский олимпийский и комплект олимпийских грифов дисков. Новый инвентарь перейдет в пользование алтайской секции тяжелой атлетики. И он точно пригодится. Турниры среди атлетов наш регион планирует проводить ежегодно. А это уже достижение. Так гости сегодняшнего чемпионата вспомнили, что последний раз соревновались в Алтайском крае 48 лет назад. Сам будущий мастером спорта Советского Союза. Я в 78-м году выступал в городе Бирске, проходил чемпионат Сибирского федерального округа. И поэтому то, что мы снова вернулись на Алтай. Алтай такое место, в которое мы любим всегда приезжать. Ну, весь Кузбасс ездит отдыхать к вам. Алтайская федерация планирует также замахнуться на проведение всероссийского турнира среди юношей. Техническая база позволяет, да и подобные соревнования проводит пока только Москва. Так что шансы на то, что вся страна приедет к нам в регион, велики. Переговоры со Всероссийской федерацией уже начались. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. День с толком.